В фойе Дворца культуры Барнаула яблоку негде упасть. Зрители в ожидании премьеры. Нетерпение нарастает и за кулисами. Необычный проект объединил и влюбил в театр бизнесменов, менеджеров, юристов и журналистов. Они в течение трех месяцев осваивали новую для себя роль настоящих артистов. На сцене 25 человек. Под руководством четырех профессиональных режиссеров они подготовили четыре разные постановки. Привели к Бесо-театре, рассказали историю о Доне Жуане, сыграли яркие образы героев Ворыпаева «Город, где я» и оживили рассказ «Шукшина». Был очень интересный двух-, почти трехмесячный процесс. Он был крайне любопытный с точки зрения общения, с точки зрения выстраивания отношений между людьми абсолютно разными. Какую роль играет режиссер, я познакомилась и узнала только здесь. То, что от этого человека зависит творчество, идея и сплоченность коллектива актерского. Это из зрительного зала. Кажется, что игра актеру дается легко, но каждый из участников знает, чего стоит такая легкость. Многочасовые репетиции, жесткий дедлайн и выход из зоны комфорта. Несколько недель подряд участники проекта жили новой для себя жизнью. Мне все время хотелось такой, знаете, лихой отсебячины. Режиссер меня все время останавливал. И я как бы, пока мы вот не стали в группе, один эпизод в другой перетекает, мне не казалось это важным. Потом я понял, что труппа – это вот прям как кулак. Все, что задумано, сделали, даже под конец, может быть, когда расслабились и чуть больше. Поначалу немножко такая зажатость была, но все равно чувствую удовлетворение собой и сделанным проектом. Финал подарил яркие эмоции не только участникам, но и зрителям. На самом деле впечатления очень двоякие, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что на сцене непрофессиональные актеры – это представители бизнеса, а с другой стороны, ты не замечаешь этого, потому что ты наблюдаешь за таким небольшим миром. Новой в пятом сезоне стала не только площадка впервые на сцене Дворца культуры, но и масштаб. Проект поддержал Комитет по культуре города, а посвящен он Году театра в России. В этом сезоне, как в прежние годы, 100 рублей с каждого проданного билета будет направлено на благотворительность. На этот раз в помощь театральной студии, где занимаются дети с синдромом Дауна. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком.